Комитет Госдумы по науке и высшему образованию просит освободить от мобилизации ученых и преподавателей, имеющих ученые степени. Такой законопроект депутаты направили в Министерство обороны и Министерство науки и высшего образования России. Основные условия – место работы льготника, это научная или образовательная организация. Также члены комитета поддержали концепцию законопроекта, который предоставляет ВУЗу освободить от платы за обучение студентов, чьи родители или супруги принимают участие в специальной военной операции. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня в программе. Мы расскажем. Отправка будет 30 октября, и мы стараемся успеть до этого числа сделать комплект. Безопасность и удобство. Почему студенты и преподаватели КФУ взялись за модернизацию военной одежды? Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Я – профессионал. Как Казанский университет стал организатором Всероссийской студенческой олимпиады? Инсульт – это финал какой-то драмы. Инсульту – бой. Какие разработки казанских ученых помогают бороться с болезнью, которая поражает уже и молодых? Я получила диплом кандидату педагогических наук. Дипломы кандидатов и докторов наук. Кому присудили ученые степени? Экипировку для добровольческих отрядов решили модернизировать в мастерской Казанского федерального университета. Опытные образцы усовершенствованных моделей амуниции опробируют в пылевых условиях военные формирования «Тимэр», «Алга» и «Барс». Именно такой работой занялись студенты Института дизайна и пространственных искусств КФУ. Здесь начала работу мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. Среди прочего в мастерской занялись пошивом экипировки для мобилизованных. В лаборатории есть и научный консультант, который участвовал в специальной военной операции. Он помогает проектировать, конструировать, моделировать изделия. Цель ребят и преподавателей – изготовить одежду, чтобы военным было максимально удобно и безопасно в ней. Это опытно-конструкторские образцы. К изготовлению каких деталей обмундирования уже приступили студенты и когда первая опытная партия отправится солдатам, узнала наша съемочная группа. С утра учатся, вечерами шьют. Так, на базе Института дизайна и пространственных искусств будущие модельеры занимаются пошивом экипировки для мобилизованных. Венера Ямагулова – заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств. Она не могла оставаться в стороне от специальной военной операции. Именно по ее инициативе было решено сшить в мастерской опытные образцы одежды для военных. В ее планах – изготовить такие изделия, в которых служащие будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Оставаться в стороне, имея такой замечательный оборудование, конечно, это было бы непростительно. Один момент. Ну и второе, во-первых, у нас студенты – это дизайнеры, прежде всего. А дизайнеры, они всегда должны уметь включаться очень быстро, скажем, в любой вид деятельности и очень быстро реагировать на все вызовы. Тогда только они будут успешными. Поэтому, скажем, еще и вот это, наверное, тоже поспособствовало вот этой вот идее подключения, скажем так, к этой работе. Венере и Могуловой помогают студенты. Альбина Аминова учится на втором курсе. По шивам одежды она занимается с шестого класса. В университетскую мастерскую Альбина приходит каждый день и старается изготовить как можно больше изделий. Она, как и другие студенты, считает, что в непростое время нужно помогать своей стране. Сейчас их главная задача – быстро и качественно отшить первую партию одежды и передать на передовую. Мы первое, что делали здесь, это шили как раз одежду для мобилизованных. Это первый проект в этой мастерской. Потому что она открылась как раз две недели назад. И мы сразу же начали работу с поступлением материала. Отправка будет 30 октября. И мы стараемся успеть до этого числа сделать комплект. После объявленной частичной мобилизации цены на военную одежду по всей стране выросли в несколько раз. Ажиотаж возник на вещи первой необходимости в полевых условиях. Термобелье, армейскую удобную обувь, спальные мешки, другую экипировку. Продавцы военторгов и маркетплейсов решили заработать на этом. Поэтому многим приходится покупать не самую качественную, но дешевую амуницию. В институте дизайна пытаются исправить эту ситуацию. Студенты вместе с преподавателями изготавливают одежду по запросу самих солдат совершенно бесплатно. Они выбирают специальные материалы, конструируют манжеты и удобные воротники. Так они уже сшили балаклавы, тактические рубашки и разгрузочные жилеты. Изготовить какую-то опытную партию, опробировать ее в реальных условиях. И суть-то это создание изделий с улучшенными качествами. То есть не просто скопировать какие-то аналоги. Потому что сейчас я еще раз говорю, очень большое количество людей, и профессионалов, и производителей подключились к этому виду деятельности. Большинство, скажем, идут по пути изготовления просто обычных каких-то изделий. Да, они теплые, да, они свою какую-то функцию выполняют. Но вот в нашем случае нам действительно, я так думаю, да, и повезло, потому что у нас есть действительно научный консультант, который подсказывает, где какие узлы можно модернизировать, улучшить, скажем. Да, вот именно, ну это тот человек, который реально побывал, скажем, да, вот в этих событиях, побывал в этих полевых условиях. Поэтому каждая его консультация, каждое его замечание, каждая его рекомендация, это, конечно, очень бесценно. В конструировании и моделировании изделий для мобилизованных студентам помогает научный консультант Евгений Жемков. Он сам участвовал в специальной военной операции несколько месяцев. Сейчас оказывает гуманитарную помощь мобилизованным. Собирает вещи первой необходимости и отправляет на передовую. За время службы Евгений понял, в какой одежде удобнее всего находиться в полевых условиях. Так были внесены изменения в изготовлении тактических рубашек. Студенты теперь шьют их с мягкими и непромокаемыми налокотниками. Моя роль сводится к тому, чтобы улучшить модель, так как я на практике ей пользовался и принес сюда образцы этой одежды в мастерскую. И теперь, значит, конструктор уже самостоятельно, исходя из своих особенностей, своей профессии, вносит изменения. Я тут продолжу смотреть. Надеюсь, примерку на себе осуществлю. Похожу, посмотрю, если все нормально, отправлю туда, уже непосредственно в зону военных действий. И буду получать оттуда обратный ответ. Все ли мы правильно делаем. Если что-то опять нужно будет внести изменения, мы будем опять дальше продолжать эту линейку. Ткань и все необходимое для мобилизованных приобретаются на средства спонсоров. Это организации республики и татарстанцы. Изготовление первой партии студенты закончат в ближайшее время. Одежду в полевых условиях первыми примерят военные из Татарстана. Это солдаты и офицеры батальонов Тимир, Алга и Барс. Салават Мухаммадуллин, Эльвира Замалединова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. Я профессионал. Именно так сможет назвать себя победитель Олимпиады, которая соберет студентов со всей России в мае следующего года. Стать участником сможет каждый, кто успеет подать заявку. Одним из организаторов конкурса стал Казанский федеральный университет, который выиграл грант на проведение Олимпиады по направлению реклама и связи с общественностью. О том, как пройдет Олимпиада «Я профессионал» и какова роль КФУ в ней, поговорим сегодня с доцентом кафедры связи с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Эльмирой Зиаддиновой. Здравствуйте, Эльмиря Романцуровна. Здравствуйте. Расскажите, что это за Олимпиада «Я профессионал» и с каких этапов она состоит? Общероссийская Олимпиада «Я профессионал» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». И это масштабный проект для студентов, регистрация на который продлится до 15 ноября. И далее уже ребята придут на онлайн-отбор, который состоится с 18 ноября по 4 декабря. Те ребята, которые успешно пройдут этот онлайн-отбор, перейдут на заключительный этап Олимпиады, который состоится с февраля по апрель 2023 года. А в чем суть самой Олимпиады? Первая сторона – это организация «Я профессионал». Это организация, которая проводит студенческие Олимпиады. Это первое звено. Второе звено – это российские вузы. 33 российских вузы участвуют в этом проекте. Третье звено – это российские крупные компании. Более 500 крупных компаний участвуют в этом проекте. И четвертое звено – это Общероссийский союз промышленников и предпринимателей. То есть это организация, связанная с работодателями. Кто может стать участником и вообще какие критерии к кандидатам? Участником могут стать студенты бакалавриата, магистратуры, специалитета. Необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти все уровни идентификации, загрузить свой студенческий билет на сайте для того, чтобы подтвердить свою личность. А что ждет победителей Олимпиады? На самом деле, я скажу, что здесь очень масштабно подошли организаторы к этому вопросу. Во-первых, это бесценный опыт участия в таком масштабном проекте образовательном. Во-вторых, это денежные призы от 100 до 300 тысяч. В-третьих, это льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру, ординатуру. И четвертое, это, конечно же, внимание со стороны работодателей. Ведь наши конкурсанты смогут пройти стажировку, если они успешны, естественно, все этапы пройдут, и станут победителями, станут дипломантами этой Олимпиады. Они смогут попасть на стажировку в крупную компанию. И в завершение. Сколько все-таки направлений в рамках Олимпиады и где, как можно зарегистрироваться? Необходимо подать заявку на сайте Олимпиады. Я думаю, что можно отдельно представить ссылочку на этот сайт. Соответственно, можно это сделать до 15 ноября, поэтому предлагаю поторопиться и быстрее подать заявку. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Заболевание стремительно молодеет. По данным Фонда по борьбе с инсультом, каждый четвертый перенесший этот удар моложе 45 лет. 15% ишемических инсультов случаются у молодых людей и подростков. И за последнее десятилетие эта цифра удвоилась. Мы не зря заговорили об этом. 29 октября – день борьбы с инсультом. В Казанском федеральном университете на линии фронта этой борьбы стоят и медики, и ученые. Эльвина Минобудзинова о том, как время и знания могут продлить или оборвать жизнь пациента с инсультом. Наскок, нападение, удар. Именно так с латинского языка переводится инсульт. Мозговой удар ежегодно настигает свыше 15 миллионов человек в мире. При этом заболевание молодеет. Инсульт стал настоящей эпидемией неинфекционного происхождения. Инсульт – это финал какой-то драмы или, как пишут некоторые специалисты, исход клинически разнообразных по своим причинам заболеваний сердца, сосудов и крови. 5% всех инсультов геморрагические сопровождаются в виде кровоизлияния, разрыва сосудов, попадания крови в мозг. Чаще всего геморрагический инсульт возникает на фоне повышенного артериального давления. Все остальные инсульты ишемические, они, напротив, связаны с закупориванием сосуда и дефицитом крови в головном мозге. Это могут быть заболевания артериальных сосудов, при которых происходит сужение сосуда. И здесь нам могут помочь в профилактике инсульта сосудистой хирурги. Это может быть заболевание сердца, при которых внутри, в полостях сердца образуются тромбы, которые могут отрываться от места прикрепления и попадать в артерии мозга, вызывая их закупорку. Это заболевания сердца, которые могут вызывать просто снижение артериального давления. Третья большая группа – это заболевания крови, где мы сотрудничаем вместе с иммунологами, если это иммунные заболевания, которые вызывают повышенное тромбообразование и повреждение сосудистой стенки. Инсульт – финальная стадия. Предпосылки к нему проявляются задолго до самого поражения. Есть заболевания мелких сосудов головного мозга, они так и называются, болезнь церебральных мелких сосудов, которые не имеют ярко выраженной острой симптоматики. Но происходит постепенное ухудшение движений, постепенное затруднение ходьбы, постепенное снижение памяти, постепенное усугубление координаторных функций. И пациент это рассматривает как нормальное старение, хотя на самом деле это накапливающиеся мелкие инсульты, которые в конце концов вызывают обширные поражения головного мозга с тяжелыми инвалидизирующими последствиями. Причинами могут стать и генетические заболевания. Это проблемы с высоким давлением, нарушенным ритмом сердца, обмена липидов с сахарным диабетом, образованием склеротических бляшек. Есть общие первые признаки. Например, остро возникшее затруднение речи, снижение звучности голоса, нарушение сознания, глотание, слабость в руке, ноге, головокружение, шаткость. Все эти признаки могут свидетельствовать о повреждении головного мозга. При инсульте очень важно оказывать помощь первые четыре часа. Зачастую у пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, помимо разнообразных двигательных и речевых нарушений, отмечается когнитивный дефицит разной личной степени выраженности. Такие пациенты могут быть дезориентированы во всех видах ориентировки, пространстве, времени, собственной личности. У них может быть грубо нарушены процессы восприятия, памяти, внимания. Нарушение двигательных функций – самое частое последствия поражения головного мозга. Оно наблюдается у 80% пациентов, 30-40% имеют расстройство речи. Одними из самых тяжелых последствий являются когнитивные нарушения. Они касаются самых базовых вещей – памяти, внимания, нарушения зрительного, слухового, тактильного восприятия, неспособности пользоваться бытовыми приборами, одеваться и готовить. А наиболее распространенными являются тревожные расстройства. Инсульт – это грозное заболевание, которое носит инвалидизирующий характер. Поэтому задача медицинского психолога, врача-психотерапевта на данном этапе – провести психодиагностическую работу с целью выработки тактики дальнейшего лечения и психокоррекционной работы. Осмотр, клиническая беседа, нейрокогнитивные тесты. Это позволяет медицинскому психологу и врачу-неврологу оценить степень дефицита – уровень когнитивного нарушения. Если у нас страдает гнозис или восприятие, как раз-таки проводят работу таким образом, чтобы минимизировать патологию восприятия, чтобы он начал узнавать хотя бы о предметах повседневного быта. Если страдает память, конечно же, в первую очередь пациенты предъявляют жалобы на нарушение иммунистических функций, когда они сами замечают за собой, что в быту или даже глобально они что-то могут забыть в этом плане. Выключить газ, выключить чайник, выключить свет, утюг. Либо, когда это совсем приобретает масштабы дементной патологии, такие пациенты могут забывать имена, фамилии ближайших родственников вместо своего актуального местонахождения. Афазия и дезортрия – так называются виды нарушения речи после перенесенного заболевания. При афазии у пациента нарушено произношение и восприятие речи окружающих. При дезортрии сохранена способность понимания речи, но нарушены произносительные навыки. Хорошо на каждого пациента разрабатывать индивидуальную реабилитационную речевую программу, подбирая все материалы в соответствии с тем, что у него пострадало в наибольшей степени. Если работать системно, то улучшения, безусловно, будут. И здесь очень большую роль играют логопеды, афазиологи, которые специальным образом подготовлены для того, чтобы работать с расстройствами сформированной речи. В рамках Центра патологии речи такая работа, безусловно, ведется очень активно. Программа реабилитации в зависимости от степени поражения для каждого пациента выстраивается индивидуально. Рекомендации пациенту прописывают разные специалисты – кардиологи, терапевты и эндокринологи. Последствия инсульта очень сильно варьируют у одного пациента к другому пациенту в зависимости от той области, которая поражена. И, следовательно, реабилитация также будет очень сильно варьировать у пациентов, исходя из тех потребностей, которые есть, исходя из базовых настроек пациента, ну, условно говоря, возраст, хронические заболевания, и исходя из потребностей пациента. Реабилитационная программа разрабатывается с учетом всех факторов. Одна из главных задач – не допустить второго инсульта. В медсанчасти КФУ работает сосудистый центр. Пациенты с инсультом туда поступают ежедневно. Средний возраст – от 40 до 80 лет. В дальнейшем перенесенный инсульт проходит реабилитацию на базе научно-клинического центра. Для этого здесь есть все необходимое. Врачи работают над речью пациента, его когнитивными функциями и используют методы нейромодуляции. Самое такое интенсивное восстановление, оно происходит в первые полгода. Это так называемый ранний восстановительный период и до двух лет поздний восстановительный период. Но это совершенно не означает, что реабилитация не проходит в течение всей жизни. В какой-то момент она просто выходит на плато, происходит достаточно ровно, не так интенсивно, но она происходит. Поэтому я каждый раз повторяю своим пациентам – не бросайте заниматься. Вы не дошли до точки, вы можете еще пройти и улучшить свои функции. Борьба с заболеванием идет и в лабораториях. Ишемические инсульты следуют в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. Наблюдают за развитием заболевания от первых минут и в течение нескольких часов. Цель – спрогнозировать очаг заболевания, состояние развития в будущем. Идентичные наблюдения опытным путем проходят на пациентах в клинике. Один из успехов наших исследований состоит в том, что мы обнаружили такой электрофизиологический маркер – негативный ультрамедленный потенциал, который ранее был обнаружен как раз у пациентов. И мы смогли обнаружить его у крыс. То есть в дальнейшем ученые, используя наш подход для регистрации таких сигналов, смогут исследовать этот негативный ультрамедленный потенциал, его механизмы и дать обратную связь в клинику о том, что это значит и как это предотвращать. Профилактика инсульта зависит от первопричины заболевания. Необходимо найти очаг, что привел к нарушению кровотока. Все препараты направлены на понижение свертываемости крови и снижение риска образования тромбов в полосе сердца и сосудах. Если врач говорит, что надо принимать 6 месяцев, надо принимать 6 месяцев. Если врач говорит, что нужен препарат для профилактики инсульта, у вас есть фактор риска инсульта, его надо принимать, даже несмотря на то, что у вас нет заболеваний сердца, нет заболеваний сосудов, но вы перенесли новую коронавирусную инфекцию. К этому надо относиться очень внимательно. Пациенты, перенесшие коронавирус, всегда находятся под наблюдением. Новая коронавирусная инфекция увеличила количество пациентов с инсультом. Среди них и молодые, и пожилые. Одним словом, пациенты разного возраста. Увеличивают риск инсульта сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, гипертония, болезни сердца. Подобным пациентам врачи рекомендуют хотя бы раз в год проходить МРТ – магнитно-резонансную томографию. О перенесшем заболевании напоминают – волшебной таблетки для оживления мозга нет, но мозг способен к восстановлению. Не зря международные клинические исследования показали тот факт, что препарата, который способен улучшить исходы пациентов с острым инсультом, в настоящее время нет. Это факт. Факт пока, к сожалению, не опровергнутый и факт печальный. Но о чем он говорит? Улучшение состояния пациентов. Мозг способен к восстановлению. Вот это доказано. Если ему не мешать его активизировать. Упор пациента должен делаться не на лекарственную терапию. Вот то, что порекомендует кардиолог, то, что порекомендует иммунолог и прочие специалисты по профилактике факторов риска, нужно исполнять. Но искать волшебный препарат, который вдруг вместо пациента оживит его мозг – это большая ошибка. В процессе реабилитации с пациентом работают врач-невролог, терапевт, реабилитолог, логопед и психолог. Реабилитация после инсульта – это словно ежедневная спортивная тренировка. Шаг за шагом новых вершин и успехов пациент достигает вместе со своими тренерами. На этом пути многое зависит от самого пациента, его мотивации и веры, а также поддержки близких людей. Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. За что студентам КФУ дадут по миллиону рублей? И кто из первокурсников стал чемпионом мира? Об этом во второй части программы. Я получила диплом к кандидату педагогических наук. Дипломы кандидатов и докторов наук. Кому присудили ученые степени? Василий Васильевич был не только известным художником и литератором, но и отчаянным революционером. Вдохновение в войне. Почему художника-баталиста Верещагина боялись и боготворили? По одному миллиону рублей получат 18 студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Они стали победителями второго этапа конкурса «Студенческий стартап». Деньги ребята пустят на развитие своей бизнес-идеи. Так, среди победителей представители институтов физики, химии, инженерии, фундаментальной медицины и биологии, дизайна и пространственных искусств, геологии и нефтегазовых технологий, экологии и природопользования, управления экономикой и финансов. Свои награды получат также студенты Набережно-Челнинского и Елабужского филиалов КФО. Проект ориентирован на создание новых приборов, разных технологий и креативных идей. Всего жюри конкурса отметило 380 проектов представителей 154 вузов из 54 регионов России. О том, какие еще события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, смотрите в нашем дайджесте. Президент России Владимир Путин отметил Казанский федеральный университет в приветствии к участникам, организаторам и гостям третьего российско-узбекского образовательного форума. Цитата. Курсники демонстрировали на протяжении двух недель, соревнуясь друг с другом. Важно, чтобы вы эту жизнь прожили именно вот так ярко, ценили эти мгновения. Будьте достойны Казанского федерального университета. Поздравляю вас с вашим галлоконцертом. Поздравляю всех победителей в долгий и успешный путь. В КФУ вручили дипломы кандидатов и докторов наук. Документы о присуждении ученой степени из рук первого проектора КФУ Дмитрия Таюрского также получили заместитель премьер-министра Татарстана Лайла Фазлеева и ректор Самарского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин. Я получила диплом кандидату педагогических наук уже много лет. С 1996 года я не перестаю преподавать и получаю от этого искреннее удовольствие. И кроме того, результаты тех исследований, которые легли в основу работы, они как раз мне очень важны в рамках организации той работы, которую я веду в кабинете министров Республики Татарстан. Конференция «Водород технологии. Будущее» впервые состоялась в КФУ. Здесь обсудили предстоящие вызовы, современное состояние и перспективы развития технологий водородной энергетики в Российской Федерации. Также в рамках конференции прошли круговые СТВ на темы получения водорода из углеводородного сырья и транспортировка и хранение водорода. Мы понимаем, что все работаем в государственных программах. Там есть фонды, гранты, есть госзадания. Это все понятно. Но вот есть находки, о которых я пытался вам сегодня рассказать. Если они будут интересными, я готов поделиться с вами всеми техническими деталями организации этой работы. Первокурсник Казанского Федерального Университета выиграл Кубок Мира по Тэквондо. И сегодня у нас в гостях студент первого курса Института Физики Мурат Ясаев. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте, Сава. Для начала поздравляем вас с таким результатом и с победой. Трудно одно вам давать. И, кстати, в какой весовой и возрастной категории вы состязались? Спасибо большое. Конечно, победа была не из легких. Кубок Мира – это непростые соревнования международные. И участников было около 360 из 16 стран. Я состязался в категории 7-6 килограммов в 15-17 лет. Расскажите некоторые подробности турнира. Где проходил он Кубок Мира по Тэквондо? Сколько было участников, вы уже отметили. Но из каких стран? Кубок Мира проходил здесь, в Казани. Водорценен Борс Акбарс. Страны были такие, как Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Египет, Колумбия, Белоруссия и так далее. А кто был вашим основным соперником и как вообще проходил финал? Моими соперниками являлись Бушоу Данил и Эрниспек Олу Хан Болот. Финал проходил в очень напряженном виде, так как мой соперник был уносливым, техничным и более опытным. Поэтому, ну, благодаря своим тренировкам и благодаря моему тренеру я выиграл, счастье выиграл. Ну вот, кстати, да, как вы готовились к этим состязаниям и кто ваш тренер? Этим состязаниям я готовился у себя в Грозном, а также здесь у нас в Казани были сборы в неделю. И мы нормально так день три раза занимались и хорошо так подготовились. А как вы вообще увлеклись этим видом спорта? Этим видом спорта я увлекся уже в детстве. Семь лет я ходил с отцом на тренировки и видя такие, видя, как они занимаются. И сам начал заниматься, я увидел всю зрелищность и красоту этого вида спорта и увлекся. Вот если вы занимаетесь с детства и уже в 17 лет стали, по сути, чемпионом мирового турнира, я думаю, у вас немало других побед и в других соревнованиях, да? Разовеете некоторые из них? Да, помимо Кубка мира я являюсь еще чемпионом Европы, первенства России, Кубка России, а также бензовым призером Кубка СНГ. Что вам больше всего нравится в этом виде спорта? Может быть, какие-то навыки, черты характера он воспитал у вас? Да, этот спорт более воспитал мне здоровый дух, волю, победу. Мне еще нравятся в нем приемы техники, еще изучение самообороны, которые понадобятся тебе в жизненных ситуациях. А вот когда вы выходите на площадку, о чем вы думаете в первую очередь? На чем сосредотачиваетесь? Все-таки тэквондо – боевой вид искусства, спорта, и случаются и травмы. Бывает такое, что приходится жалеть себя или соперника? Конечно, я когда увожу, думаю сперва о победе и сосредотачиваюсь на уверенности, как бы выиграть, и спокойно думая, технично. И бывают такие ситуации, как нужно жалеть соперника, когда у него низкий уровень мастерства или такое. А самого себя я так жалею, потому что бывает всякое – это боевой вид спорта. А есть у тэквондистов какие-то приметы? Может быть, у вас есть свой личный талисман? У некоторых тэквондистов есть, у каждого свои приметы, талисманы бывают. У меня является талисман – это вера сивушного предопределения. Скажите, вот откуда вы приехали, вообще о себе, да? Почему вы решили выбрать в свое время именно КФУ? Я приехал из Чеченской республики. Я как-то много интересовался вузами, даже думал ехать в Белоруссию. Но я частенько бывал в Казяне, мне здесь понравилось. И как-то я вспомнил, как мне классный руководитель сказал, что в Казяне есть отличный, сильный вуз, квалифицированный преподавателями. Я так нашел КФУ и сюда подал документы. Вот вы учитесь в Институте физики, да? В какой именно области физики вы планируете состояться? И почему именно физика стала вашим выбором? Моим выбором сначала было программирование, но как-то мне не удалось туда поступить. И мне предложили, потому что у меня есть баллы, чтобы поступить на физику, мне предложили туда. Я пока пошел туда и подумал, если мне понравится там, то там продолжу, там. Если там не так понравится, то переведусь на программирование. Как нравится? Ну, нормально так, но все-таки сложно воззаскать. Понятно. Ну, у вас есть характер, я думаю, все получится. А вот в будущем вы планируете ли продолжаться этим видом спорта? Кстати, какой у вас сейчас дан, если я правильно разбираюсь? У меня первый дан, это черный пояс, первый дан, который он дает тебе уверенность в себе и показывает твое мастерство. А кем в будущем себя видите? Может быть, планируете стать тренером или все-таки пойти в науку? Не было мыслей? У меня были мысли, но точного ответа я не знаю. Ну, по-любому, я думаю, что тренером я не буду становиться. Вот. Науку, может быть, пойду. Большое вам спасибо и удачи, конечно, в дальнейших турнирах. Все, спасибо вам и тоже. Целоват. Спасибо. Региональный общественный центр интернет-технологии изучил, какие социальные сети наиболее популярны у россиян. Так, первое место занимает платформа ВКонтакте. На нее ежедневно заходят более половины респондентов. Далее идет соцсеть «Одноклассники». Этому ресурсу отдают предпочтение более 40% участников исследования. А вот зарубежными сервисами россияне стали пользоваться значительно реже, чем раньше. Доля аудитории популярных когда-то, а ныне запрещенных двух соцсетей составила менее четверти процентов на двоих. Кстати, российские социальные сети сейчас используются не только в качестве мессенджера или развлекательного контента. Здесь теперь размещают новости средства массовой информации и представители органов государственной власти. И какие же события стали наиболее обсуждаемыми, мы узнаем из авторской рубрики моего соведущего Леонида Толчинского. И снова с вами «Смотрите сами». Можно, конечно, долго изучать популярность наших соцсетей и мессенджеров. Но продолжая тему, начатую в нашей прошлой программе, хочется опять же задаться вопросом об эффективности их использования в информационно-пропагандистской работе. О том, что у нас не все благополучно на внутреннем медиапространстве, мы в наиболее общих чертах обсуждали неделю назад. Минувшая неделя только подтвердила это уже в отношении не только средств массовой информации, но в ситуации вокруг разного рода телеграм-сеток, которыми, кажется, уже более чем заигрались. Во-первых, значительное число этих сеток прямо или косвенно финансируется условными украинскими ЦИПСО, и сейчас там объявлено о кратном увеличении бюджетов на финансирование работы явно или косвенно оппозиционных телеграм-сообществ. Власти вынуждены в срочном порядке приступить к зачистке телеграм-поляны. Отчасти отсюда и самый громкий медиаскандал недели вокруг персоны Ксении Собчак. На этом фоне наши как бы прогосударственные телеграм-сетки в одну пробежку отрабатывают тот или иной инфоповод, плохо синхронизируя свою работу с иными медиаплощадками. А ведь для того, чтобы картинка удержалась и не сгинула, помните по фотоделу, нужен не только проявитель, но и закрепитель. Так вот, на закрепление в сознании большой массы населения того или иного смысла мало кто системно работает. Но это, как говорится, внутренняя проблема. Не меньшее волнение вызывает и слабое международное звучание российской повестки. Так получается, что какие-нибудь китайские и индийские блогеры, имеющие по их меркам среднее число подписчиков десяток-сотню миллионов, настроенные пророссийские, больше делают для продвижения нашей повестки по миру, чем собственные медиа. Тому много находят объяснений и порой вполне оправданных, почему мысли, слова, дела наших политиков, экономистов, наши реальные планы и наши аргументы не могут пробиться на условно-западную аудиторию. Для решения части из них нужны серьезные финансы и длительная организационная работа. Но есть шаги, которые кажутся очевидны, и сделать их можно, опираясь на уже имеющиеся внутренние ресурсы. Однако, можно долго проклинать Запад за блокировку медиамонстра России Russia Today. Но верно ли делать ставку исключительно на единого гиганта, которого вот так просто оказалось вывести из большой игры? Опыт тех же западных медиаинтервенций показывает, что наиболее успешными являются максимальная децентрализация площадок по раскидыванию контента. И что ключевое, контент этот должен быть на языке главного адресата, то есть на русском. Давайте теперь посмотрим, сколько федеральных медиа имеют у нас англоязычные сервисы, направленные, соответственно, на западного потребителя. Сколько региональных агентств, средств массовой информации. Сколько тех же телеграм-сеток на английском у нас функционирует. И ничего в голову не приходит. Только разве что спутник и ТАСС, опять же, несколько медиа-монстров. И все. А ведь еще лет 10 назад было и модно, и престижно иметь в нашем медиа свои, например, английские сервисы. Так ли просто заблокировать столь сильно децентрализованные англоязычные контентные потоки, как это оказалось сделать легко с единым, сильным, но одним игроком Russia Today? Другой вопрос. Где не только новые англоязычные сервисы наших информационных медиа, но и куда подевались те, что были? Кто и зачем их позакрывал, свернул, минимизировал, отказался от всяких попыток их продвижения во внешний информационный контур? Стоит ли удивляться, что при таком убогом, иноязычном, децентрализованном по площадкам и регионам медиа-представительстве большинство смыслов, озвучиваемых российской стороной, не доходят никак до коллективного Запада? Запад работает с нашими умами на русском, чтобы внести в страну смуту. Мы работаем не очень эффективно на русском со своим населением, но и совсем непонятно, почему преимущественно на русском пытаемся что-то рассказать Западу. Не будем даже, как говорят в Одессе, говорить за всю страну, спросим за Казань. Покажите мне хоть один наш медиаресурс, работающий на английском, хотя бы переводами русского контента. Задумались? Пытаетесь вспомнить? Ну, вспоминайте. До встречи через неделю. Всего вам доброго. 26 октября исполнилось 180 лет со дня рождения Василия Верещагина, художника-баталиста. Его тема – жизнь и смерть без прикрас. Для того, чтобы тщательно изучить материал, он отправлялся не только в разные страны, но и под поле. Он был истинным патриотом, показывал реалии войны, но если родине грозила опасность, шел ее защищать. Его картины о войне, сражениях, интерпретациях библейских тем вызывали шок, дискуссии, влекли запрет на их показ. Осуждали Верещагина-баталиста не только коллеги и военные, а представители государств. Так англичан возмутил сюжет «Казнь из пушек в британской Индии». Плотно изображает сцену расправы британцами над Сипаями жестоким способом. Назывался он «Дьявольский ветер». Приговоренного привязывали к жерлу пушки и выстреливали. Так колонизаторы боролись с индийскими повстанцами в 19 веке. Британцы, которым не понравилось правдивое искусство Верещагина, попросту выкупили картину и уничтожили ее. И таких историй с произведениями художника-баталиста было немало. Сам Василий Верещагин погиб на флагмане «Петропавловск», налетевшем на японские мины. Выживший капитан корабля расскажет. За секунду до взрыва Василий Васильевич делал набросок морских просторов в альбоме. А что за произведение хранится в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета, узнал Амир Ахтямов. Василий Верещагин – русский живописец и литератор. Один из наиболее известных русских художников-баталистов. Родился 26 октября 1842 года в Череповце в семье предводителя дворянства. Василий Верещагин – один из крупнейших русских художников-реалистов, работы которого получили всенародную известность. Однако диапазон творчества был значительно шире его живописных полотен. Василий Верещагин еще при жизни стал известен как художник батальных сцен. Однако его непатриотичные, как их называли, работы демонстрировали зрителям не триумф побед, а изнанку сражений с погибшими, ранеными и измученными солдатами. Для современников Василий Васильевич был не только известным художником и литератором, но и отчаянным революционером, порывающим с общепринятыми канонами и в жизни, и в творчестве. Книга воспоминаний на войне в Азии и Европе демонстрирует яркий литературный талант художника. О реалиях войны Верещагин знал не понаслышке, пройдя трудный боевой путь с российской армией. Он отличился в военном деле под Самаркандом, был очевидцем третьего штурма Плевны, перешел с отрядом генерала Скобелева Балканы, принимал участие в последнем бою за ошибку. Благодаря перу и кисти Верещагина очевидца описываемых событий становится возможным совершить экскурс в историю, прочувствовать эмоции, чувства и мысли автора, ведь его словесные образы столь же точны и объективны, как его картины, в которых жизнь предстает, как подлинное искусство. В научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета хранится книга под названием «На войне в Азии и Европе» с рисунками художника Верещагина. Данный экземпляр выпускался в Москве в 1898 году. Она состоит из 390 страниц. Стоит отметить, что когда ты листаешь книгу, то часто наталкиваешься на картины Верещагина, что придает особый интерес к прочтению книги. Художник ходил не только в военные походы, но и путешествовал по всему миру, привозя эскизы для будущих полотен, экспрессивных, красочных и детальных. Интересно, что коллекционер Павел Третьяков скупал работы Верещагина целыми сериями, вместе с резными авторскими рамами, которые создавались по эскизам живописца. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. Чем выше художник образован и развит, тем более интересные произведения проходят через его просвещенное сознание, писал Василий Верещагин. Побольше идей и источников для вдохновения. Даже если идеи даются с трудом. Встретимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин